здесь легко быть диссидентом вот есть внешний у путина три фронта есть украина это реальный фронт есть общий фронт борьбы его лично со всем остальным миром но у него есть глубокий тыл эта война она показала что в россии есть колоссальное количество людей неравнодушных олег родзинский советский диссидент впоследствии финансист писатель и политический иммигрант новый герой on the record на свис инфа олег я понимаю что все шло к тому чтобы мы с вами сегодня встретились лицерния это одна из самых главных причин почему вы здесь находитесь возможно есть и второстепенные прицель причины почему вы в лицерне что вы так что ли степенных когда этого и главное как вы сказали ли почему я здесь нахожусь знаете как и все в моей жизни это произошло случайно я же написал по поводу случайность своей жизни книгу который называется случайной жизни да но помимо встречи с вами лёля после трех лет проживания здесь одна из причин то есть не одна единственной причиной было чисто медицинская собирался делать операцию и пришел к выводу что лучшие врачи вот по этому поводу они как раз находятся в лицерне и здесь знаменитая клиника санта она мы приехали сюда с моей женой и двумя детьми нашими взрослыми которые нас сопровождали двумя из четырех и мы поселились вот в этом отеле grand hotel националь вот прямо здесь вот мы поселились это было поздно вечером я помню и утром я же рано просыпаюсь часов наверно в пол шестого я вышел на балкон и увидел это озеро я увидел эти горы которые сейчас к сожалению скрыты облаками и я пошел тут же будить свою жену которая просыпается намного позже чем я но я растолкал и заставил выйти на балкон и вот с шести до девяти мы сидели абсолютно молча не говоря друг другу ни слова и глядели на эту красоту в девять моя жена лена мне скала давай останемся вы не причисляете себя к вестиционное движение но в любом случае в россии любой человек то что горит я не оппозиционный политик но посмотрите на последние события минувших двух лет оппозиционным политиком становится художник режиссер 80-летняя бабушка стоит сказать что мы против войны и мы не хотим чтобы от нашего имени убывали в украинцев вы становитесь этим самым оппозиционным политиком я по техническим причинам не убежать к российской оппозиции просто я не являюсь россиянином это это самое главное это мне не дает право себя причислить к оппозиции это первое второе я бы себя считал даже не будучи российским гражданином членом российской оппозиции если бы я жил в россии потому что не живя в россии я у меня просто нет права причислять себя к российской оппозиции и б у меня нет права обращаться гражданам россии проживающим в россии с каким-то призывами я просто не чувствую в себе этого морального права вот поскольку я не нахожусь в том же положении что и они вот например вот сегодня день рождения алексей анатольевич навального да вот вот у него такое право было и он он его заслужил всей своей жизнью все своей деятельностью и всей и своей смертью и он вернулся в россию чтобы это право я думаю где-то него был чтобы это право не потерять потому что он оставался российским политиком а в россии можно делать политику еще не палить может дел где угодно просто есть определенная цена которую вы или готовы за это платить или не готовы за это платить вот и все если вы хотите находиться в россии также как в северной корее и ранее и так далее вот есть определенная цена если вы готовы за это платить мы видели как бы неоднократно самые яркие примеры конечно это алексей навальный владимир кармурзан да или яшин вот мы видим как люди есть люди которые готовы платить эту цену вы не видите в этом какой-то не знаю чтобы обидно так не сказать но какой-то наивности наивно же полагает что завтра уйдет путин если они уезжали за путина и вдруг мы получим прекрасную россию будущего который так все мечтали наивно полагать многие вещи вот я вам скажу что восемьдесятом году я когда меня арестовали по статье 70 часть 1 антисоветской агитации пропаганды это такое особо опасно уголовная особо опасное государственное преступление в советском кодексе был раздел с 64 по 73 статьи это был ли так нами особый раздел уголовного кодекса и там были особо опасно государственное преступление в 70 и была одна из них вот и знаете я сидя в лефортовской тюрьме не предполагал что через девять лет не будет никакого советского союза а уже в нем с первом году его не стало так что мы не знаем что день грядущий нам готовит какие окна возможности откроются кто эти окна возможности откроет так что нет трудно что-то бить по поводу их энтузиазма наивности а может быть это наивно может быть не наивно но я знаете я даже написал по этому поводу эссе вот в журнале настоящей россии элиссе называлась непричастность вот вот где как раз я говорил о том что лучше всего конечно же жить так что это навсегда вот но при этом готовится что можно вернуться вот потому что если вы живете все время в прошлом или прошлом то начинается шизофрения тут я хотел про эту книгу вас просить да давайте случайные жизни у вас там была такая фраза что настоящие борцы это правозащитники как александр подробинник владимир буковский то что они были за вашу и за нашу свободу а вы писали что я боролся за свой и героический образ при этом вы вы отсидели вас сослали на пять лет но это как немножко лукавство вы за что-то другое наверное все таки боролись и за что вы сейчас борется да на первых на сказать что это единственная не художественная книга которая написала это биографическая книга которая отражает определенный период моей жизни там до отъезда из советского союза да нет ну слушайте я был очень молод и я безусловно большая часть моих защитной деятельности была надо признаться продиктована отравленностью русской литературой просто русская литература такая мессианская литература который не просто вот знаете люди написали прочитали и забыли вот или не забыли а эта литература она библейского плана она тебя требует все время на требует от тебя занять определенную позицию а она русская литература она требует действия она как бы не оставляет тебе возможности не действовать если ты не отношу к этому просто как к черным значкам на белой бумаге вот и она как и кстати русская культура вообще несет себе такой эскатологический характер все воспринимается все воспринимается как борьба добра со злом вот борьба добра со злом вот это вот вот все это конечная битва все является это не просто потом борьба за какие-то экономические принципы политические принципы нет нет это всегда борьба добра со злом это всегда как бы вот есть добро и зло и вот на чей-то стороне вот как бы она такова и я так был воспитан я вырос в гуманитарной семье как тогда был такой клише семья художественной интеллигенции вот это я вырос в семье художественной интеллигенции и во мне был такой позыв очень сильный встать на сторону добра а я делаю что-то что меня ставит как бы на сторону добра и знаете и и я в пресных вот 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 александр саич лженицын там вот ну я тут где-то недалеко я потом очень обрелся когда меня посадили в ефордскую тюрьму я помню я так радовался что вот но вот же она подтверждение что значит все правильно я вот там же где они да я помню это был такой момент вознаграждение тщеславия вы себя не чувствуете диссидентом как тогда таким важным диссидентом что нет конечно важно важные диссиденты сидят в российских тюрьмах вот они вот там а мы с вами находимся в швейцарии вот здесь легко олег вы сказали что себя важным диссидентом не считаете потому что диссиденты сидят в российских тюрьмах сейчас но тем не менее вы написали и предложили метод борьбы с российским режимом о котором я хочу сегодня очень подробно поговорить я вот это я предлагаю как бы конкретные шаги которые можно было бы сделать для того чтобы обострить эти конфликты с центром вот опираясь на местное население на их интересы то тогда это как бы открыла бы второй фронт вот есть внешних у у путина три фронта есть украина это реальный фронт есть общий фронт борьбы его лично со всем остальным миром но у него есть глубокий тыл как он думает вот задача была в том чтобы этой стратегии лишить его этого тыла я не вижу как его лишить другим образом как через эксплуатацию такой циничный термин еще раз скажу обострение региональных конфликт региональных конфликтов с центром это опасная стратегия я сразу хочу сказать я это предупреждаю в начале если и в конце из и это опасная стратегия она безусловно может привести как граждан ну я надеюсь не гражданской войне но апрельным актом гражданского непонавиновения и ответу со стороны власти и в том числе репрессиям против активистов но это только россияне и только они могут решить готовы ли они заплатить такую цену и потенциальную опасность распада страны за крушение тоталитарной диктатуры в которой они живут вот и в данном случае как я сказал я человек посторонний я просто вот ее описал эту стратегию на ни в коем случае не рекомендую ее использовать олег кто вернее так были ли люди и ваши коллеги ваши друзья которые негативно или крайне негативно восприняли эту вашу стратегию борьбы с путинским режимом и какие аргументы контраргументы они вам приводили если они были были осуждали осуждали до клянили и как сказать забыл ударить рублем такой были такие были конечно чем мои близкие друзья единомышленники которые убеждали меня не публиковать это эту статью аргументы следующие были первое что это очень опасная стратегия она может действительно как бы если ей следовать этой стратегии она может привести к распаду россии а большинство российской оппозиции этого совсем не хочет вот большинство российской оппозиции ни в коем случае не хочет распада россии это был первый аргумент второй аргумент это очень опасная стратегия для тех кто этим будет заниматься в россии потому что вот это власть не простит вот вообще ничего не прощает вот это не простит особенно потому что они понимают что это страшная опасность а крови вы не боитесь конечно я хотел бы избежать любого кровопролития как любой нормальный человек а вот и я просто хочу все что я делаю продолжу россиянам подумать вот эта цена устраивает или хотят сказать между свободой и кровопролитием что нужно выбирать это не мою это не ну понятно но вы вы предлагаете эту концепцию с которой неизбежно практически приведет эта цена за свободу это могут решить только россияне я им не являюсь я не могу ничего сказать это вот вот если если они решат что это цена которая не готовы платить да ну вот вот большевики решили что да это цена которую они готовы платить и развалили российскую империю которую потом если он читали на собирал какое-то время вот и собрал но они вот были на готовы на это пойти а есть ли в швейцарии и в устройстве ее политических институтов или устройстве взаимодействия общества с этими политическими институтами что когда-нибудь возможно через много много лет на надеюсь что при нашей с вами жизни можно будет перенести на россию или вы бы хотели перенести носить но опять же будучи посторонним я это слове ну что можно было бы я бы хотел перенести все отсюда практически на любую страну включая россию потому что это наиболее во-первых это единственная в мире прямая демократия где большинство важных вопросов решается референдуме во вторых председатель федеративного совета так нами президент служит всего год как вы знаете здесь то здесь происходит абсолютно обязательная ротация власти люди не успевает ими его выучить за люди даже не знают кто это такой вообще кто вот например и фамилию путин вроде бы многие люди в россии знают да слушай он же достаточно давно а тут просто даже не знают вот в третьих это как бы кантоны обладают реальной независимостью в принятии решений вот и в управлении своим бюджетом что кстати одна из важнейших вещей в идеале федерализме это когда регион управляет своим собственным бюджетом не передает его центральную правительство которое потом из этих же денег его датирует обратно да общая разумность и любовь к тому чтобы договариваться не решать вопросы силой вот и конечно но замечательная вещь нейтралитет видите швейцария нейтральная страна она уже давно не воюет вот и при этом не смотри знаете какая разная здесь это страна где проживает четыре популяции основные а франкофонные вот вы живете по франкофоном регионе и кантоне немецко-германофонные вот я живу здесь а здесь люди говорят по-немецки потом кантоны которые говорят по-итальянски недалеко отсюда два часа и есть также кантоны которые говорят по ретро-романски вот вот четыре разные казалось бы культуры все они швейцарцы все они швейцарцы и их лояльность это лояльность швейцарии вот и вот если как бы такое может существовать здесь то надеюсь это может все это везде как бы это может масштабироваться конечно понятно что страна с 8 с половиной миллионов человек это не страна со стараками со 140 миллионами человек вот но принципы основные можно было бы конечно взять в том числе главный принцип принцип конфедеративного устройства история россии двадцатого века нам показывает что в большинстве случаев правители тут были у власти либо до смерти либо теряли ее в результате государственных переворотов и получается что самодержавие такое получается для нас для нас самодержавие это единственная рабочая схема для управления россии на по крайней мере вот до настоящего времени где в россии где не дали гражданскому общем общество родится если там он где-то рождался то все равно получались какие-то уродства и потом нужно было это поджимать от себя или давить как вы думаете почему после путина может получиться что-то кроме путина я думаю что есть большая часть людей которые время до в российской оппозиции которые поняли очень важную вещь у российской оппозиции во все времена в российской интеллигенции вообще все были великолепные идеи у них были прекрасные замечательные гражданские идеи а только вам переустроить общество проблема была в том что большинство российской гражданского общества и российской интеллигенции они как бы хотели писать статьи произносить речи но они не хотели идти служить в приказы в коллегии и в министерство потому что это в общем то как-то было зазорно а демократия начинается с бюрократии вот если не будет нормальной бюрократии то у вас не будет нормальной демократии и поэтому но сейчас сейчас произошло следующее никогда еще на мой взгляд по крайней мере насколько вот я знаю историю не было такого сильного волонтерского движения в россии которые занимаются общественными инициативами эта война она показала что в россии есть колоссальное количество людей неравнодушных которым дорога судьба не только их граждан но и граждан соседней страны на которые напали и вот если бы этих людей взять обучить а проблема в чем дело в том что для того чтобы претворить какие-то реформы вы должны быть внутри бюрократии бюрократия по она консервативна и ретроградно по определению и они начинают саботировать сначала реформы а потом просто начинается у то что называется контрреформация вот это мы это видели как бы вот даже вы несмотря на вашу молодость прожили это вы это видели сами в российской федерации что произошло потому что большинство людей которые были замечательные идеи не пошли служить в бюрократию и что было бы очень здорово было бы очень здорово среди всей этой среди этого молодого поколения который сейчас называется а релакантами знаете организовать обучение какие-то курсы которые бы их просто научили бюрократическим навыкам как то что называется institution building institution maintenance то есть строительство институтов и поддержание управления этими институтами может быть самодержавие это то что в россии нравится и это но поэтому весь двадцатый век это все было например если смотрите вспомним несмотря на тот ужас тоталитаризма то что люди прошли умирает сталин 5 миллионов человек приходит там давится на и на его похоронах сотни тысяч людей и я не знаю как это почему почему нужно в этот момент обязательно себя показать выразить может быть это какая-то мистика и может быть это какое-то нравится быть таким рабом послушайте от того что это так это не знаете что так должно быть а то что сейчас россия такова это не означает что это и есть настоящая россия и что она не может быть другой и поэтому все что можно делать это стараться чтобы она была другой чтобы она была чтобы она была более гуманной менее самодержавной вот менее коррумпированной и менее империалистичной и имперской европа жила при абсолютизме множество столетий